Режим Путин уже в агонии. Уже нельзя говорить о конкретных выборах, а в целом о системности политической жизни в России говорить уже невозможно. Потому что я могу прямо вам сказать, что уже градет новый, как говорится, военный переворот, уже встанет в Кремля. Это уже факт. И уже там две, так сказать, я бы сказал, большие влиятельные военно-политические кланы уже противоборствуются друг другу. Это сам, как говорится, Путин со своим, как говорится, со своей гвардией и, естественно, так называемый блок силовиков в виде Сечина, Патрушева и Иванова, которые уже фактически объявили войну Путину, это уже очевидно. И Путин готовится к этой войне уже внутри, так сказать, Кремля. И фактически проигрыш войны и такой, я бы сказал, деморализация и полная, как говорится, агония оккупационных вооруженных сил России в Украине уже дают свои плоды внутри, я бы сказал, России. То, что Демарш, значит, депутатов Горсовета Санкт-Петербургского местной думы и некоторых депутатов даже самой Госдумы уже дает, так сказать, конкретные, так сказать, плоды того, что доверие Путина уже, как говорится, подходит к нулю. И фактически уже идет такой процесс передачи власти. И то, так называемая транзиция, то есть транзиция власти. Это уже очевидно. Я думаю, что в скором времени, я, так сказать, не удивлюсь, если в России или в Кремле пройдет военный переворот. Вот кто придет к власти против Путина, это ярые, более ярые, так сказать, ястреби. Ястребы видят, так сказать, там читы, то есть отца и сына Патрушева со своими, как говорится, более, так сказать, черными ястребами. Или придут, так сказать, представители менее-менее либерального санкт-петербургского клана, так называемого клана Санкт-Петербурга, или, я бы сказал, олигархов. Это уже, так сказать, вопрос, я бы сказал, времени. То, что уже Путин является в агонии и уже градет, я бы сказал так, уже черты военного перевода или ККЧП-2, уже в нынешней, так сказать, российской системе, это уже факт, я думаю, что уже очевиден. Остальное посмотрим. Но это не будет иметь никакого значения для храброй и, я бы сказал, самой могущей, могущей не только в Европе, но и во всем мире украинской армии, чтобы, как говорится, дать перемогу оккупационным войскам России, потому что, во-первых, украинские вооруженные силы уже смогли не только выйти на оперативный простор, но выйти уже на стратегический простор, что очень важно. И в скором времени начнутся деоккупации Луганска и деоккупации Донецких областей, чему я очень рад и поздравляю от души славный украинский народ и славную армию Украины.